В Воровичах также обсудили еще одно важное направление. Председатель областной думы Елена Писарева и министр труда и социальной защиты Светлана Семенова встретились с участниками программы государственной помощи в виде социального контракта. У меня небольшой салон красоты. Мы, в принципе, на хорошем счету уже находимся в городе. Мы предоставляем услуги нашему населению. Парикмахерские, ногтевой сервис. Я сам являюсь косметологом, также работаю ручками. В прошлом году Анна Панова попала под удар карантина. Как и многие ее коллеги, сначала салон красоты пришлось закрыть на долгое время, а затем упали доходы людей, а вместе с ними и поток клиентов у косметологов. Анна Юрьевна нашла выход благодаря соцконтракту. Он позволил ей открыть новое направление. Теперь в ее салоне появились витрины с уходовой косметикой, а бизнес удержался на плаву. Это лишь одна из сотен историй со счастливым финалом. Социальный контракт помог потерявшей работу Елене Васильевой подобрать новое место. Сейчас она трудится в Боровичском комплексном центре социального обслуживания. Наша социальная работа требует моральной устойчивости, но я очень рада, что смогла устроиться по данной специальности. Я на работу хожу с радостью. Это мне близко. Действительно очень радует то, что когда видим результат, удовлетворяется, видишь, на самом деле, очень приятно, когда ты видишь, что ты помог семье или конкретно какому-то гражданину преодолеть сложности. В Боровичах сопровождением семьи, которые заключили соцконтракт, занимается Центр социального обслуживания. Специалисты не только контролируют выполнение контракта, но и помогают в реализации плана. В 2020 году в Новгородской области на социальные контракты было потрачено 618 миллионов рублей. А в этом году в регионе планируется заключить не менее 4,5 тысяч контрактов.